В Лев Клуб В Лев Клуб В Лев Клуб В Лев Клуб Теперь я должен разыграть вас Я видел как однажды вас здесь разыграли При помощи Намека на третий глаз Помните вам подарили третий глаз У меня нет третьего глаза Я с трудом уберег два своих Но у меня вот в этой руке Есть нечто Что вы должны угадать Причем угадать точно Какая сумма вот здесь вот в этом кулаке И в какой валюте Если вы угадаете я отдаю ее вам Для поддержки вашего Блистательного клуба Если не угадаете все равно отдаю Я думаю что самое твердое это рубль Валюта Как валюта Самая твердая Я думаю он самый твердый Если в него завернуть кирпич Но дело не в этом Вот вы не угадали что здесь Здесь валюта Которую стал выпускать крокодил Мы стали выпускать доллары Но очень маленькие Вот такие Но они настоящие Они абсолютно боятся Здесь купюры по тысяче долларов Под микроскопом только смотрите Вот 10 Под микроскопом будут рассматривать вас После этой передачи Но не важно Вот 10 Вот это тысяча долларов Вот 50 Пожалуйста если можно наете Вот тысячу Их никто обычно не видит Наедут чуть позже После передачи наедут После передачи И тогда уже этих купюр просто не будет Да Так вы их отдаете или не отдаете? Я отдаю их вам Спасибо Это крокодильская валюта Огромное спасибо за эти замечательные купюры Алексей Пьянов Главный редактор журнала Крокодил Спасибо Пожалуйста занимайте место за нашим игровым столом Спасибо С большим удовольствием Сюда за игровой стол нашего Болевклуба Я приглашаю постоянных авторов Журнала Крокодил Которые дружат с этим журналом И в их числе поэтесса Римма Казакова Римма Федоровна Добрый вечер Добрый вечер Это ваш микрофончик Ну мне очень неудобно Но я вас тоже должен разыграть Римма Федоровна Вот верите ли вы Что противники вашего изящного пера Теперь еще больше будут обходить вас стороной Верю Верите И правильно делать Потому что я вам дарю вот такую удивительную ручку Теперь все просто стороной будут вас обходить Ну что вы просто иначе обрызгиваете Спасибо Ручка подарок вам Заправляйте ее чернилами И так чтобы они Я вас заправлю Собираюсь А вы какими кстати предпочитаете Черными, красными Черными Черными Теперь ваш розыгрыш Я хочу вам сказать то Чего вы очевидно не знаете Я хочу представиться Я являюсь Пра-пра-пра-пра Ну правнучкой что ли Выдающегося архитектора Матвея Федоровича Казакова Который помер в 12-м году И практически построил всю Москву Внучкой Генерала артиллерии Казакова Дочкой полковника Казакова Комиссара 1-го ленинградского ополчения Первой женой писателя Юрия Казакова Пятой, а вот шестой женой Михаила Казакова Который исправил своей фамилией одну букву Чтоб моя популярность не мешала его И вот скажите Нужно ли было при такой Да, кстати, вот это Фамильные драгоценности Нужно ли было при такой Родословной становиться еще поэтессой Ирины Казаковой Все должны угадать, да? Да Я верю во все то, что вы сказали Ну и зря Кроме полковника Казакова Все остальное Ну что ж, замечательно Пожалуйста, Римма Казакова Занимайте место за нашим игровым столом Пожалуйста С большим удовольствием Сюда За игровой стол нашего блевклуба Я приглашаю постоянного автора Журнала Крокодил Виктора Славкина Виктор Юрьевич, добрый вечер Пожалуйста Не стесняйтесь Располагайтесь удобно Я понимаю, что Переносить рукописи Куда привычный Наверное, журнал Крокодил Ну, все то же самое Я вас должен обмануть Вот верите ли вы, что Крокодилы обычно бегают С закрытым ртом Ну, то есть Вот они с открытым не бегут Ну, вообще да Верите, да? Верю Вот смотрите Закрываем рот И Крокодил бежит Это вам Да, вот, кстати Пример социальной несправедливости Главного редактора Двухметровый А мне сантиметров семь, наверное Но я должен сказать Что это вообще Ну, вообще это справедливо Потому что это примерно Та пропорция Участия нашего в журнале Алексея Степановича И моих Виктор Юрьевич, теперь Ваш розыгрыш Ваш розыгрыш Хорошо Ну, я скажу по профессии Верите ли вы, что Знаменитый драматург Эжена Ионеско На самом деле был женщин Верю Почему? Ну, так красиво спросили А, между прочим Я так и не думаю Сорвали весь карточек А что, можно сказать нет? Нет У меня просто есть доказательства Да? Давайте посмотрим Вот, смотрите Это визитная карточка Которая получила Из рук Ионеско Что на ней написано? Прочитайте Мадам Дальше, дальше Да, мадам и жена Ионеско Мадам и жена Ионеско Да, мадам и жена Ионеско Ну Действительно Я угадал Так кто выиграл? Я Я придумал разыгнуть Ну что ж, замечательно Виктор Славкин Ну ты знал, куда идешь Понимаешь? Да Спонсор программы То ли что-то такое В общем, короче говоря Мы пошли в бар Там такой круглый бар есть И там выпивали И, в общем-то, да Довольно сильно выпили Ну так, не смертельно, конечно Но сильно И я Я против своего характера Вдруг Поссорился с барменом Он нам делал Ну, нет, вытрезвитель Я так, ну я пьяный Ну, я пьяный Но, как я говорил Не смертельно Я понимаю, что попался Сажают меня в машину Везут меня в отделение милиции Города Гагры И И помещают в отрезвитель Перед этим отбирают Все, что у меня в карманах Раздевают И вот И вталкивают меня в ковер Где лежат уже там Шесть-семь алкашей И я ложусь Ну, что делать? Сплю Просыпаюсь Утром И утром я помню Я подумал Ну вот, черт возьми Ну, напишут же на работу Да, справку же обычно писали Да, да, да Так, в общем-то, это и нависло Потому что выстрелили нас во дворе И сейчас придет Заместитель начальника милиции И с вами разберется И вот он всех вызывает Там то-все Кого-то, ну, на разные суммы штрафует И вот Славкин Я захожу Сидит парень Молодой, красивый такой И держит мое удостоверение Известное тебе И Говорит, вы в юности работаете? Я говорю, да А чем вы там занимаетесь? Я говорю, вот, я редактор Сатира юмора Галка-галки Начинаю лепетать Вот, знаете, я То-се Пятое-десятое Он говорит А кто вас там отдел прозор Ведет, руководит? Я говорю, вот, Мэри Лазарина Озерова А ты ее знаешь, он мне говорит Я говорю, ну, знаю Ну, садись Слушай, ты понимаешь, говорит мне Я так уже чувствую, что я уже Ты понимаешь, я, говорит Абхазский писатель В милицию попал случайно И я пишу рассказы На абхазском меня издают Но на русском нет И Можешь ли ты мне помочь? Я говорю, ну, что я должен был сказать? Конечно, я говорю, помогу Меня, говорит, Валера зовут Вот, короче говоря Я просто начал толкать этот рассказ Ничего, конечно, у меня не получилось Вот Но, тем не менее Значит, я репутацию Свою в журнале не подорвал Веришь ли ты, уважаемый Алексей Степанович? Что вот такая история была А когда второй раз забрали В отрезвитель, то уже справку прислали Я вот уже обмолвился Что я 10 лет проработал С этим человеком в редакции И я верил в более фантастические истории В которых он участвовал А этих историй не с числа Верю, Витя Итак, Алексей Степанович верит И ваша карта Вот эта вот Да, он абсолютно прав Это было И я первое очко Да, да, я Я первое очко Вручаю вам Поздравляю Ну, конечно, но я проигну И сегодня просто Поля в клуб Да Я Алексею Степановичу хочу Эту историю рассказать То есть все пока сейчас На главного редактора Оббросились Я не по этому Потому что я его знаю В той ипостаси В которой не каждый Он замечательный рыцарь И кавалер А это то, о чем Всегда тоскует Каждая женщина У меня просьба Чтобы эта история Была покороче Она очень короткая Без деталей Алеша, ты знаешь Ту черную шляпу В которую я приехала И в Петербург, да? Да Вот, я очень ей горжусь Она замечательная И гуляла я по улице Чаянова Бывший год В Альдопомасской Недавно В этой шляпе А погода плохая Подул сильный ветер И шляпа с меня слетела И так как это Моего дома До Тверской Вообще Недалеко Минут 7 ходьбы Я за ней побежала Я бегу За шляпой Да Она у вас большая? Она у меня красивая С полями Не столь большая Сколько такая вообще Ну катится Она легкая Когда женщина спрашивает Она большая Она говорит Красивая С полями Короче Я бегу и падаю Расшибаю колено Встал Думаю Черт, шляпу Я тебя все равно догоню Но думаю Если я Аж до Тверской Добегу То там уже Я ее не поймаю Потому что там большое движение А параллельно Шляпе Замечаю Катятся жигули И водитель жигулей Так это наблюдая за шляпой Ведет параллельно шляпе Свою машину Я думаю Вот сволочь Остановился бы вообще И что вы думаете Жигули разворачивается Шляпа Ударяется о колесо Я Благополучно беру эту шляпу И только я хотела Сказать водителю Какой он хороший Он развернулся Повернул туда Куда ему надо было следовать И поехал на Тверскую По нашим временам Трогательная история Трогательная история Я даже обратил внимание Алексей Симанович Когда Рима Федоровна Сказал Что она разбила колено Вы даже так посмотрели Да Я посмотрел Но она Зная это Она одела Такой предмет Который колено Скрыл надежно Поэтому и Да Поэтому Чтобы увидеть там Следы былой травмы Мне пришлось бы Попросить остановить съемки Но я делать этого не буду Я верю в эту историю А Леша Это брехня Потому что мужик Проехал сволочь Своим путем А шляпу я пойду Шляпа так и осталась Ну вообще Ну что Рима Федоровна Я вас поздравляю У вас первое очко Вот этот вот банан Спонсор программы Газета Осток Пресс Я свою Журналистскую карьеру Начинал как Спортивный журналист В Ташкенте Я заканчивал Ташкентский университет И еще не закончил Его стал работать В спортивной газете Мне это очень нравилось Потому что я сам Занимался спортом И вот однажды Мы получаем Телеграмму В Ташкенте Из Бухары Что на Спартакеаде В Бухарской области Значит Одна Молодая Пахтокорка То есть девушка Которая собирает хлопок Так руками Фарту ходит Не на машине А руками Я думал Она за команду Пахтокор играла Нет Она за Пахтокор не играла В ту пору Да Она вот Была легкоатлеткой Что она Установила Мировой Побила мировой рекорд По диску Причем Побила его В два раза То есть Она послала диск На сто метров Редактор у нас был Человек такой трезвый Он говорит Ну чушь Это Ну вы сами понимаете Что Восток Дело тонко Он мне говорит Поезжай Легкая атлетика Твоя Это самое Епархия Поезжай Я поехал Все точно Мне показали Значит Эту девушку Я сказал Ну не может ли она Вот для меня Повторить этот рекорд Она сделала Ну почему Они говорят Пожалуйста Почему Повторит Она взяла Опять послала Диск на сто метров При мне Вот такая история Я потом об этом Написал Правда ли это Правда ли Я не разбираюсь в спорте Я разбираюсь в узбекских женщинах Они такие Хрупкие Они хрупкие Но у них такой мощный потенциал Что она могла бы и на 200 поставить Я тебе верю Итак Рима Федоровна вам верит И правильно делает И правильно делает И зарабатывает второе очко Вот это вот яблоко Но это какие-то объяснения требуется Да Я понял Я понимаю Что требуется объяснение Это на самом деле Это объяснение потрясло Дело все в том Что они диск не метали А катали по беговой дорожке Они его катали Кто дальше катнет И диск этот прокатился 100 метров Они думают Что диск надо катать Вот И вот эта узбекская девушка Которая тебе правильно сказала Она этот диск катанула И при мне Она взяла такой И прокатила И он прокатился Вот такой рекорд Но все-таки ты блефанула А я тебя разгадала Да Если вам нужны надежность Удобство и долговечность То Сковороды Тифаль для вас Для всех Кто стремится к совершенству Сковороды Тифаль Тифаль Ты всегда думаешь о нас Витя Я расскажу тебе историю Действительно фантастическую Очень для меня Такую Ну как бы шоковую Ну Однажды группа писателей Ну я бы в числе Обедали с Борисом Николаевичем Ельциным Ну сам понимаешь С кем вы С Ельциным С президентом Погромко Погромко Да Я уже знаю Верить или не верить Уже не понятно До того как мы сели за стол Так так Люди сначала обменивались Мнениями по поводу Всяких Политических моментов А я Вообще-то Из тех первых учениц Которые даже если не знают ответа Тянет руку Я не могу быть где-то там позади Но я Всунуть свои 20 копеек В разговор не могла Потому что там Газдо более умные люди были Чем я Искушенная в политике И на душе у меня было Так мрачновато А потом мы сели Уже за обеденный стол И я значит Выпив одну рюмку И понимаю Что или сейчас Или никогда Дальше я просто не смогу Я обозначилась на тему Что я хочу тоже Сказать что-то Но когда я встала За обеденным столом Наискосок сидел Ельцин Я просто не знала Что я еще буду говорить И меня повело Понесло Я говорю Борис Николаевич Вот мне очень жалко Вашу жену Что вы каждый вечер Где-то отсутствуете И вот сегодня Вы тоже проводите Вечер с нами И поэтому я хочу Прочитать вам стихи На эту тему Позвольте У Каши Поэтессов Что там И я начала читать стихи Очень такие Неплохие стихи Ты где-то вечером опять Так они начинались Так а может вы прочтете Так я вот буду их читать Потому что надо понять Что происходило со мной И почему Это шок меня во мной И всех окружающих Ты где-то вечером опять Не поворотишь Время вспять Предоставляю многоточие Распорядиться за меня Где-то и с кем На склоне дня И дальше я говорю президенту А что ты будешь делать ночью Мне стало холодно Но я вынуждена продолжать Потому что он с интересом На меня смотрит Дальше я читаю И понимаю Что это сексуальные Любовные стихи Совсем не на тему Что мужчина не дома В работе Ночь Наш незаходящий день От всех забот Ее раздень И убедишься ты воочию Пока не усыпит заря Что вопрошал я не зря А что ты будешь делать ночью А дальше еще круче В какой покой В какой полет Ночь Черный лебедь уплывет И в душу обращает тело Господи Как каждый Каждому прирос И отпадает сам вопрос А что ты ночью будешь делать Тут я совсем уже погасла Не знаю как выкрутиться И все же продолжаю Дальше вроде так полегче Забрежило что-то А что ты будешь делать днем Коль мы себя Ее стряхнем Коль я забуду Ты забудешь И на просторе ледяном Незаходящем Вечным днем Что вообще ты делать будешь И тут я не переводя доходили Борис Николаевич Делайте ночью все что хотите А днем борите за наше общее дело А мы будем вам помогать И все так Правда или нет Серега Я тебя прерву Но она угадала Там даже лебеди Слышал да Там даже лебеди Но черный лебеди Да Ну ты видишь Ну это полипоэтическая проблема Ну я вынужден поверить в это дело Ты прав И в правильное дело Ты наконец-то зарабатываешь первое И наконец-то меня тоже бананчик Спонсор программы Газета Осток Пресс История состоит в следующем Я в ту пору работал В журнале Юность Как уже сообщил Вы все из юности Мы все из юности И мало того Я писал пародии И однажды Мне попалось В руки стихотворение Московского поэта Он сейчас работает В газете Московский комсомолец Сережа Мнациканяна Такая маленькая поэмка Вот Она значит Была посвящена Некому абстрактному человеку Но у него была фамилия там Его звали Михеев Михеев этот был пьяница Он был автослесарь Пьяница И у него была женщина По имени Зоя Вот И он мало того Что он пьяный Ремонтируя мотор Он портил эти моторы Он еще пьяный Приходил к Зое И от него тоже толку там не было Никакого Любимая женщина Автослесаря Михеева Михеева Да Я написал пародию Используя эти строки Я написал пародию Я публиковал ее в журнале «Юность» Вот Ее так очень хорошо приняли Все А через некоторое время В журнал «Юность» Пришло письмо Из города Барнаула Значит В нем было Личное письмо Адресованное мне И протокол Значит В этом письме Механик барнаульского Автохозяйства Некто Михеев Писал О том Что Общее собрание Обсудило его поступки Вот И Дали ему возможность Справиться Он Принес свои извинения Сказал что он больше пить не будет И что Зоя его тоже простила Вот Я прочел все это И меня вызывает себе полевое Говорит Старик Вы знаете Наверное Все таки мы Зря напечатали пародию Что ж Мы ославили человека На всю страну Нехорошо И перед Зоей его Как-то И перед всем А я понял что я свихиваюсь Потому что такого не бывает Могла совпасть фамилия Но чтобы у абстрактного человека Была еще и Зоя И Зоя он был в таких вот отношениях Там все Виктор Иванович Вот как вы Верите вы в эту историю Не верю Виктор Иванович Не верит И А зря А зря Я второе очко Обручаю Алексею Степановичу Я прыгал Валяв в клуб Да Я училась в Ленинградском университете И как все тогдашние студенты Мы ездили в колхозы Ленинградской области Для того чтобы Ну в общем мы называли это Малые строки коммунизма Мы были такие Очень хорошие дети Мы строили колхозникам Помогали строить Коровники Телятники Тянули линии электропередач И Ну мы считали что они сами не могут Поэтому мы помогали им Вот И значит Мне нравилось это дело И мама мне для этой работы на стройке Шила такие шаровары на резинке Сатиновые Трудно было Да Сатиновые И вот однажды Мы что делали Мы разрушали старые дома Так как стройматериалов не хватало И обивали такими зубилами Кирпичики от старого раствора А у меня есть такой талант Который я в себе там обнаружила Я могу работать с двух рук То есть я даже муникюр могу себе делать Левой рукой На правой То есть я полулевша вроде бы И вот я сидела такая Завязанная платком Потому что пыль летит И молотила по этим кирпичам И к концу смены Я намолотила гораздо больше Чем все остальные И меня вызвали на линейку Поздравили с этим рекордом А потом мы пошли в колхоз Давали там концерт А я в ту пору играла На маленьком аккордеончике Который папа привез мне с войны Тенора Четвертинка итальянская И очень большой успех был у концерта И когда все закончилось Мы были такие дети еще Чистые, бескорыстные И это коллектив Законный коллектив Они решили, что Какая я героиня И кирпичей намолотила много И еще это самое И кто-то крикнул Качать Казакову Я так обрадовалась У меня такой успех И мальчики ко мне подбежали И стали меня подбрасывать вверх И... Ой, подожди, я сейчас Окончание истории меняется Поехали Не сбивайте Короче, они меня подбросили И в эту секунду я поняла Что они стягивают с меня Мои шаровары Потому что резинка была тоненькая А под шароварами я была В чем мама родила И тогда я вцепилась руками В эту резинку И вот меня качают Я держусь за резинку И думаю, господи С тех пор, кстати, у меня есть поговорка Если мне очень везет Я говорю, держись за резинку Не расслабляйся Короче, кончили они меня качать Я был отравлен немножко Этот сладостный миг удачи Поставили меня на землю Я так облегченно вздохнула И тут резинка лопнула сама Не хотел бы я оказаться на месте пьяного На любой, на любой историю Когда она расскажет, я буду так настойчиво И даже тупо повторять Верю Да А это правда А это правда Алексей Симонович, я поздравляю вас Вы уже выходите в финал О чем свидетельствует этот ананас Спонсор программы Газета Осток Пресс Та же самая ситуация Насчет помощи Многострадальному народному хозяйству Значит, я работал в Моспроекте С 61 по 63 я кончил вообще МИИД Железнодорожный институт И работал в Моспроекте Инженером-конструктором И тогда был любимый вид Спорта Посылали на картошку И на овощную базу Нас посылали на овощную базу Спорт у вас называлось? Да, ну так Любимая Значит, и кого посылали Сразу, ну, с рабочих завода Не посылали Посылали из архитекторов Строителей Конструкторов Которые вообще Как бы ничего не делают А я еще был там молодым Значит, ну, и нас послали На овощную базу Там со всей Москвы Какая-то была Врал какой-то И, значит А у нас был такой архитектор Володя Это Остроухов В общем, Володя И он, значит, такой был шутник И он говорит Ребята Я на спор выношу арбуз Мы говорим Как? Ну, я вынес арбуз Короче, что он сделал Он был такой С базой А, с базой А это преступление, наверное Ну, там охрана Там какие-то тетки стоят Такие, вохровцы Или, наверное Ну, во всяком случае Он, у него был такой плащ Старый с поясом Он запихал арбуз Как горб Под воротник И как-то так поясом стянул И все И расчет был психологически точный Потому что Ну, как А вдруг она ошибется Ведь это ж жуткий позор И вот он, значит, так Пошел А я уже Тогда я уже начинал Писать рассказы Думаю, надо посмотреть Интересная ситуация такая И я так Иду 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 сзади И он идет 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 И так Тетка стояла какая-то такая И она так И прошел он И она другой говорит Посмотрел на след И говорит Каких работать присылаю Витя Кухонный комбай Финальная игра Еще раз Напомню Сегодня в гостях Убили флуба Журнал Коркодилы В финале Играют Главный редактор Алексей Пьянов И автор Виктор Шлабкин Ну, Рима Федоровна Вам немножко не повезло Но вы, я думаю, с удовольствием За всем этим делом Понаблюдаете Итак, по 7 каверзных вопросов Каждому Кто первый вышел в финал Алексей Степанович Вы, по-моему, да? Итак, первый вопрос вам Верите ли вы, что На побережье Австралии Для отдыхающих С прошлого года Работает аттракцион Катание на китах На китах верхом То есть наездник Садится на кита Там за 20 долларов К примеру Австралийских И катается Таким образом Верю Верите? А зря таких аттракционов В Австралии нет Чет по-прежнему Остается 0-0 Виктор Юрьевич Вопрос вам Верите ли вы, что Поскольку для малых народов Севера Вода священна То местные девушки За всю свою жизнь Ни разу не умывались Не мыли голову И не стирали одежду Вот для народов Крайнего Севера Раньше, естественно, это было Вода священная Это действительно так Счет 1-0 Вашу позе Странные, конечно, привычки Но, как говорится Что есть, то есть Счет 1-0 Остается, вопрос вам Верите ли вы, что Когда человек спит И видит сны То его глаза Под закрытыми веками Быстро двигаются А когда снов нет Глаза находятся в покое Верю Верите? И правильно делают Это действительно так Когда глаза закрыты И быстро двигаются Человек видит сны Поэтому и сон такой беспокойный Счет 1-1 Виктор Юрьевич, вопрос вам Верите ли вы, что Американские ученые установили Что чаще всего Человеческая глупость Входит в голову Через маленькие трещинки В черепе человека То есть вот есть У нас, оказывается В голове, маленькие трещинки Через которые Вот эта глупость и проникает И правильно делать Счет 2-1 В вашу пользу Асисть Степанович Вопрос вам Верите ли вы, что Помидоры дозревают Намного быстрее Если их укутывать В женские бюстгальтеры То есть представьте Вот если помидоры Укутывать в женские бюстгальтеры Прямо на кустах То они дозревают быстрее Верю И правильно делать Один чудак Таким образом Быстрее выращивает помидоры Счет 2-2 И шил бюстгальтеры Вопрос вам Верите ли вы, что Бабочки, бабочки Как выяснилось Питаются слезами Крупных млекопитающихся И даже не брезгуют Человеческими слезами Вот бабочки Обыкновенные бабочки Вот слон плачет Она к нему садится И питается Крокодил плачет К примеру Крокодил тоже плачет Верю И правильно делать Это действительно так Счет 3-2 Вашу пользу Я просто себя не узнаю Вопрос вам Верите ли вы, что Дальтоники Намного дольше Ищут свою синюю птицу Удачу Да, верю Да Конечно же нет Конечно же нет Счет по прежнему 3-2 В пользу Виктора Иосифовича Вопрос вам Верите ли вы, что По говорящим попугаям Можно судить о их настроении Если настроение хорошее Они говорят Попка хорошая Если плохое Попка дурак По говорящим попугаям Не верите И правильно делать Счет становится 4-2 Вашу пользу Василий Степанович Вопрос вам Верите ли вы, что На Филиппинах Автомобильные номера Содержащие цифры 7 и 8 Стоят намного дороже Так как считается Что это счастливые числа Верю И правильно делать Это действительно так Счет 4-3 В пользу Виктора Иосифовича Вопрос вам Верите ли вы, что На ежегодном празднике Дураков в Швейцарии Проводится конкурс По сбору небольшого Кубика Рубика во рту То есть вот Кубик Рубика Небольшой такой В рот засовывает И так Ну а верю И собирает Верите А зря Конечно же Таких конкурсов нет Счет по-прежнему 4-3 В вашу пользу Вопрос вам Верите ли вы, что В некоторых провинциях Китая Жених перед свадьбой Должен обязательно Быть пострижен наголо Верю В Китае И правильно делаете Счет становится 4-4 Ничья И по последнему Нет, еще есть вопросы Вопрос вам Виктор Иосифович Верите ли вы, что Сейчас на Западе и в Америке Очень в моде креоника То есть замораживание Человеческого тела После смерти То есть представьте Вас просто замораживают Верю, верю, верю Верите И правильно делаете Счет 5-4 в вашу пользу И вот теперь наконец По последнему вопросу Вопрос вам Верите ли вы, что Голландия Голландия Единственная в мире страна Где у коров Существует узкая специализация Одни дают молоко для сыра Другие для масла А третьи для прямого потребления Это будет самостоятельный вопрос Не верите И правильно делаете Сейчас становится 5-5 И последний вопрос Который сейчас Я думаю и поставит точку Верите ли вы, что Англичане Англичане Предлагая женщине Заняться сексом Делают это следующим образом Досчитывают до 6 Да И ставят знак вопроса Ну 1, 2, 3, 4, 5, 6 Знак вопроса 6 Англичане Таким образом Предлагая женщине Заняться сексом Предлагая женщине Придумано хорошо Но не верю Не верю Не верите И правильно делаете И побеждаете В сегодняшней игре Сочетом 6-5 Я прошу Пожалуйста Вынести открытки Тех телезрителей Которые поставили На карту 8 червей Пожалуйста Виктор Юрьевич Любую открытку Которая вам нравится Кстати Вас как зовут? Таня Таня Вот Таня написала нам письмо Что она хочет вынести Открытки Что она хочет вынести телефон Ей это удалось Я просто считаю Открытку победителя Таня А вы пока выносите телефон Город Санкт-Петербург Улица Ленсовета Дом 50 Квартира 7 Николаева Анна Васильевна Мы вас поздравляем Теперь у вас дома Будет звонить Вот такой телефон С автоматическим Определительным номером Который вынесла Таня Которая очень этого хотела И кроме того Мы Отсылаем вам Вернее вы просто получите Вот эту таксофонную карту По которой можете звонить Из любого Телефона автомата В нашем городе Спасибо Таня Отправляйте этот телефон По адресу Азистин Типанович Вам За то что вы сегодня Играли в плем-клубе И заняли второе место От нашего спонсора Я с большим удовольствием Хочу вручить Вот эту вот Микроволновую печь Это вам Виктор Юрьевич Вам за то что вы Сегодня победили В плем-клубе Я с большим удовольствием От нашего спонсора Хочу вручить Вот этот вот Огромный комбайн Спасибо Мне самое тяжёное Это вам И я ещё раз хочу Держать вот этого крокодила Азистин Типанович Вашего крокодила Который отправится вместе с вами в Москву. И напомню, что сегодня в «Блеф-клубе» играл журнал «Крокодил». С его постоянными авторами и его ведущим Алексеем Пьяновым, Риммой Казаковой и Виктором Славкиным. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. До следующей субботы. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok